Всем добрый вечер, сегодня мы с вами разберем статью, очень интересную и очень трагичную для нас в каком-то смысле, потому что мы делали связанное с ней исследование, про которое был целый семинар, и мы в конце его крафту упомянем просто, но в общем мы как-то эту статью пропустили, а потом нашли ее, и нам было очень интересно ее прочитать. Но, несмотря на это, статья очень интересная, потому что она, во-первых, красочная, поэтому Reading Club вряд ли будет очень долгим, зато у них будет много красивых картиночек, поэтому я знаю, что к этому Reading Club не было много вопросов, и вообще сейчас очень многих завал, там, статьи, понятно, август, как всегда, поэтому можно воспользоваться этим Reading Club, чтобы немного расслабиться, попробовать. Вот, и давайте поговорим, значит, статья посвящена работе, представленной на МАСАР два года назад, ну, два с половиной, наверное, получается, посвященную созданию и обучению бейдингов для библиотек, то есть это одна из циклов статей, которые называются «Что-то ту век», вот, конкретно это «Импорт ту век», вот, соответственно, посвященная библиотеке. Вот, значит, зачем все это нужно вообще, и как мотивируют люди создания еще одних бейдингов? Ну, то, что мы все всегда пишем в первых строчках статей, действительно, все в области программного обеспечения растет, растет и растет, в частности, это касается и числа библиотек, растет и open-source community, и, ну, в общем, все, что угодно понятно, и библиотек становится все больше и больше. И мы в своей работе постоянно замечаем тем, что постоянно кто-то куда-то с чего-то мигрирует, сравнивает какие-то парсеры, сравнивает какие-то фреймворки для создания ML-моделей, ну, и так далее. Мысль, мне кажется, достаточно понятная. И за всем этим достаточно сложно уследить. И существуют так называемые всякие, ну, люди курируют списки, они называются awesome lists, ну, где просто, значит, собирают какие-то популярные библиотеки, тоже, наверное, делают это более старательно, то есть каким-то как-то категоризируют все это дело и так далее. Но понятно, что система развивается быстрее, чем наша способность за этим уследить, и этот процесс все расширяется, 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 расширяется. Значит, вплоть до того, что если посмотреть на всякие сборы, агрегаторы библиотек, всякие перепозитории библиотек, то их там за миллион пошло. Ну, и с этим сложно справиться. И мысль тут в том, на самом деле, заключается, что очень хорошо хотелось, очень хорошо бы иметь возможность все это парсить и находить среди этого связанные похожие вещи и так далее. Когда речь заходит про объемы на миллионы, как бы напрашивается машинное обучение, которое требует викторизации и переведения в численный вид. И оттуда берется идея мейтингов. Чуть более конкретно вообще зачем, почему, зачем машинное обучение, зачем кластерозу, агрегировать. То есть, в конкретном случае библиотек, это можно достаточно просто интуитивно понять. Это заключается в том, что как вообще появляются библиотеки. Вот есть, вот, взять условное что угодно, что-нибудь очень большое, типа, там, не знаю, NumPy, TensorFlow. Я по привычке о питоне буду говорить, когда я говорю эти примеры. Это понятно, ну, это уставившиеся библиотеки. Но на них постоянно появляются какие-то вот небольшие дополнения. То есть, там, гора библиотек, которые называются NumPy, Defisive, что-то, гора библиотек, которые называются Flask, что-то, их там соки, реально, и так далее. И как-то обычно иногда происходит, то есть, работчик какой-нибудь для своей цели что-то сделал, или часть своего приложения решил выделить в библиотеку и там залить на PyPy в случае питона, или сделать это зависимостью для Java. И он не то, чтобы это как-то прям сильно пиарит, ну, потому что это просто, так просто получилось. Или это в каком-то узком комьюнити. Но, ведомо ему, вполне возможно, что это кому-то где-то нужно, потому что рост происходит везде параллельно. И было бы очень классно знать, что кто где делает. Но, опять же, как я уже говорил, вручную курировать это, то есть, невозможно, а сидеть и перебирать все эти сотни маленьких библиотек, у которых, знаете, там, 15 звезд на GitHub в лучшем случае, или что-то такое, не очень удобно. Для этого и ставится такая цель изучить и попробовать построить их эмбейдинги, чтобы как-то с ними работать. В данной работе авторы строят эмбейдинги с помощью SkipGram-модели, о чем мы подробно поговорим, для трех больших систем, JavaScript, Java и Python. Зарая, я могу сказать, что у них реально достаточно большие объемы проектов для тех, то есть, вот это реально, тут действительно очень много. Дандах обрабатывается. Вот, ну и давайте, собственно, об этом поговорим. Значит, еще раз, какая цель у них в целом? Это сразу смотрится с точки зрения, вся эта работа сразу рассматривается с точки зрения таких примеров, как поиск, какие-нибудь рекомендательные системы и так далее. То есть, базовая задача такая, это подсказывать, какие библиотеки похожи. А дальше с этим это уже можно обернуть во что-нибудь еще, в поисковик или еще что-то. И тут же встает вопрос, а что значит похожая библиотека? Более конкретно они встают вопрос, что есть семантическая близость библиотек. Потому что на это можно дать много разных ответов. Во-первых, есть вариант, что первое, что приходит в голову, они делают похожие вещи. Это очевидный ответ, хорошо. Но библиотеки, например, могут работать на один фреймворк, основываться на одном фреймворке, даже будучи тематически разными. Библиотеки могут быть, иметь похожую систему API. Банально они могут быть сделаны одним человеком. Понятно, что первое, самое, наверное, понятное определение тематического близости, но в общем они все имеют право на жизнь. Поэтому авторы основываются вообще на другом подходе, а именно на контексте. То есть семантические близкие библиотеки, это в их понимании библиотеки, которые используются в одном контексте. Соответственно, ну, как пример, на Fiesify или там, не знаю, Matplotlib и вот что-нибудь такое. Это все про дата-процессы, хотя градации семантической близости будут отличаться. В качестве мотивации такого решения авторы переводят, что, во-первых, это, ну, скорее всего, поведет с собой близость функциональности, потому что если библиотеки используются в одном контексте, например, в одном файле или даже в одном проекте, ну, наверное, они как-то тематически связаны. Но кроме этого, это позволит, возможно, сгруппировывать более абстрактные концепции вместе, то есть такие мета-темы, общий анализ данных в целом, или работа с вебом, или еще что-то, или еще что-то. И, значит, поэтому все рассматривается с точки зрения контекста. Ну вот, значит, как примеры, авторы приводят, вот справа табличка, просто примеры библиотек и просто других библиотек, которые используются в похожем контексте. Вот. И, кроме того, авторы тут же отсылают нас к Word2Vec, то есть к модели создания эмбейдинга слов, потому что там, значит, тоже принципиальная идея контекста. Вот. Значит, ну, Word2Vec, разумеется, отличается, и мы поговорим о том, чем то, что конкретно делает автор, отличается от Word2Vec. Но, в общем и целом, да, Word2Vec – это модель, идея которой построить тоже численные библиотеки слов, такие, чтобы они сохраняли синтактический, схематический контекст, ну, собственно, смысл. Ну, в частности, вот все эти известные примеры про там, вот, векторное представление слова Германия плюс векторное представление слова столица равно векторное представление слова Берлин и так далее. Но, кроме этого, там еще возможны рассуждения по аналогии с такими векторами, то есть в векторной операции переводятся такие понятия, как, опять же, самые известные примеры, там, про король мужчины, королева женщины, например, ну, и так далее. И хочется верить, что авторы говорят, что кажется, что контекстная близость к библиотеку по многому похожа, опять же, за некоторыми отличиями, на вот контекстную близость слов. И поэтому применяют эту идею. То есть, кажется, у нас все библиотеки, они одного ранга понятия. Типа как, у нас есть только страны, скажем. А понятия столицы нет. Я понимаю, о чем ты увидишь. Я только что сказал, что есть, например, фласк, а есть гора фласк, дефис, что-то. Но в самом конце мы дойдем... Я согласен, вот, что касается рассуждения по аналогии, это не самая очевидная в данном контексте вещь. И они, собственно, статья заканчивается буквально полполоночки про это. Мы это рассмотрим, что они имеют в виду, и как они пробуют это делать с этими векторами. Мы это увидим. Ну, опять же, то, что ты только что сказал, кажется, не совсем правдой. Потому что, опять же, есть большие вот эти супер-библиотеки, которые прям в целой фреймворке, и многие на них делают маленькие надстроечки, которые порой имеют некое отношение. Ну, да, возьмем какой-нибудь пример, не знаю, не моя сфера компетенции, но какой-нибудь условный керосат анзерковый или что там люди используют какие-нибудь параллельные вещи. Вот вполне возможно сделать одну и ту же надстройку, функционально похожую, которая будет делать похожие вещи в рамках каждой из них. И тогда кажется, что между вот этими двумя парами будет похожее рассуждение по аналогии, возможно. Ну, это такой розовый мир. Опять же, авторы в конце статьи приведут пару конкретных примеров. Возможно, они сделают понятнее. Там есть пара таких. Я не знаю, может, на них выбирали эти примеры. Уж прям, ну, там есть пара действительно очень красивых примеров, хотя и достаточно простых. Вот. Так что с этим мы разберемся. Значит, давайте посмотрим на, что авторы анализировали, что они делали. Сначала начали собирать данные. И, как я уже говорил, данных действительно много, потому что, чтобы условно запустить такую штуку, которая будет генерировать эмбэддинги по контексту, нужно много контекста, нужно много данных. Что авторы и собирают. Авторы выбрали шесть языков. Это Java, JavaScript, Python, Ruby, PHP и C Sharp. Вот. И для каждого они собрали, ну, реально очень много, они для каждого собрали проекты из специфического, вот, для каждого языка какого-то источника, типа вот Marvin Central'а или PyP, Gems для Ruby. Ну, и, естественно, собрали все из GitHub'а, где главный язык соответствует. Причем стоит заметить, что на GitHub'е они поставили очень низкую отсечку, они берут все репозитории, в которых хотя бы две звездочки. Да, и то мотивирует это тем, что, вот, например, они приводят статистику, что в случае Java и JavaScript'а только 10% проектов имеют две звезды. То есть это тоже, это уже отсекает 90%, но сразу можно сказать, что у них вот реально много проектов. Мы иногда в своих работах работаем с 10 тысяч, это много, бывает и меньше, тут типа сотни тысяч. Вот, так что данных много, данных действительно хватает. Вот. И вот в таблице представлены данные о собранных репозиториях, о количестве репозиторий, в частности, что это сотни тысяч. Вот, значит, кроме того, они сделали клоны по импортам, там термин типа import clones, клоны по импортам, это они называют, что два проекта считаются клоном по импорту, если вот у них полностью совпадает множество, вот это одно большое множество импортов. То есть сейчас мы поговорим о том, что такое импорт, но вот там табличка справа. Но в целом выкидываются, фильтруются все проекты, которые полностью совпадают по импорту. Вот. Значит, и вот в второй строчке таблицы большой написано, сколько это отфильтровало. Ну, сколько это отфильтровало. Вот. Значит, дальше для всех можно посмотреть количество файлов в этих проектах и количество импортов и количество уникальных импортов, потому что, разумеется, импорты постоянно и постоянно и постоянно значит повторяются. На картиночке слева снизу представлена, значит, здесь начинается та часть работы, которая до того, как мы перейдем к имбейтингам, чем мне эта работа, собственно, так нравится, авторы еще просто много говорят вообще про импорты и как это все работает, как языки отличаются друг от друга. И вот, значит, на первой картинке представлено распределение по количеству в разных, значит, источниках для разных языков количество файлов на проект, а справа снизу представлено количество импортов на файл. Значит, можно заметить, что во всех этих случаях среднее больше, чем медиана, ну, то есть, понятно, здесь существует очень неравномерное распределение, значит, что большинство проектов в любом отношении, большинство проектов маленькие, но есть некоторые, значит, уникальные, которые прям все перетягивают, такие вот огромные, да, то есть, вот на Java самый большой проект, например, 140 ключ-файлов бывает. соответственно, как я уже сказал, собираются импорты. Хороший вопрос в том, что вообще считать импортом, потому что это на самом деле не так просто, как может показаться, мало того, что это специфически для языка, так еще и можно, ну, как сказать, по-разному, мягко говоря, к этому вопросу подходить. Значит, ну, вот на табличке справа представлено то, как авторы собирали, что считается импортом в разных языках, но, кроме того, можно сразу заметить, что это ставит нас перед вопросом, на каком уровне считать импорты, потому что на самом деле импорты бывают разные, то есть, по меньшей мере, чаще всего, можно ввести понятие библиотека, пакетч или модуль и вообще в класс, то есть, ну, опять же, например, в Python, но в Python можно там импортировать из чего-то какой-то конкретный класс. И авторы, ну, по словам авторов, я заранее могу сказать, что дальше почти все будет про, собственно, библиотеки, значит, про, на самом большом уровне. Авторы попробовали все то, что мы будем дальше в рамках этой работы описывать и на классах, но, в общем, достаточно предсказуемо, что это не так хорошо работает, потому что здесь хороша именно общность, вот, а если это делать с классами, то может так получиться, что часто из одного пакетча или из одной пакетча сразу импортишь много-много классов, и получается такие слишком, в общем, большие такие шумные замкнутые системы. Ярослав, а можно тут замечание? Это Алекс. Я хотел сказать, что у них как бы немного там с методологией не все в порядке. По поводу Java, того, что они называют библиотекой в Java, это, конечно, так нельзя. То есть у них библиотека в Java, это все, у чего совпадает группа ID. И я извиняюсь, группа ID совпадает у всех Apache-проектов вообще, независимо, что они делают. То есть вот эти 140 тысяч файлов у них в одной библиотеке, это на самом деле как бы десятки, если не сотни разных библиотек. И происходит это по понятной причине, потому что действительно сложно сказать по артефакту ID, что это, потому что Java – это язык, в котором официально underspecified понятие библиотеки. То есть оно как бы очень размазано на уровне билл-системы и нету как бы спецификации этого вопроса. Поэтому ту евристику, которую они взяли сгруппировать все по группе ID артефакта, так просто нельзя. То есть то, что опубликовал MSR, это для меня в свое время было, конечно, просто шоком, потому что это как бы такое среднее по больнице. Но вот только, по крайней мере, с Java. С остальным там будет все нормально, но как-то почему-то никто это не обсуждал. А ребята, надо сказать, авторы, они из Bell Labs. То есть эта статья написана как бы одной из легендарных лабораторий, которая потом купила Nokia, это европейская деревня. Так что вот такая история. 140 тысяч, к слову, это было не про то, 140 тысяч, это просто, они сказали, что просто самый большой Java-проект, это скорее к левому нижнему графику отношения, это просто как пример того, что бывают огромные проекты. но то, что ты говоришь, звучит разумно. Более того, мы в рамках одного проекта сейчас сами столкнулись с тем у нас, что как анализировать большие количество зависимостей в Java, ну, в частности, вот ли, когда ты хочешь как-то их разумно сгруппировать и показать, потому что не очень понятно как это делать. Да, прямым текстом это, кстати, нигде не написано, у них это в аппендиксе. Ты так с носочкой, мелким шрифтом на какой-то странице. Ну, на последней странице, да. Да, такая немножко методологическая особенность. Как хорошо я заранее, как хорошо работать с питоном, да, я заранее скажу, что то, что мы с Егором Богомоловым пробовали делать, было на питоне, где как там удобно и понятно, что называть библиотекой, если бы все так удобно делали. На самом деле нет ничего лучше Go в этом смысле, потому что Go эту проблему как бы дизайн с языком дизайн смысле об этой проблему. И ты можешь потом войти, когда в любой момент захочешь в разговоры искать, потому что ты скидывал про Go, я сразу скажу, что я не добавил сюда это. Я знаю, что вы делали для Go тоже, что они делают тут. Поэтому, если ты в какой-то момент захочешь это рассказать, рассказывай, когда мы дойдем до этого. Да, собственно, картиночки большой, значит, с этим, с пластерами. Можно еще раз, пожалуйста, пояснить разницу между бриотеками в Java и бриотеками в Python? Потому что в Java ты, казалось бы, когда там Gradle File пишешь, ты пишешь не только группу ID, но и конкретно название той части, которая тебе нужна. Ну тогда вот, я еще раз говорю, авторы говорят, что использовать для дальнейшего, для эмбейдинга, для фластеризации слишком частные вещи, например, условно, это хочется более общно. И, ну вот, если то, что говорит Alex Prado, что они, короче, не всегда понятно, ты понимаешь, что они не Gradle файл анализировали, а файлы? Они не смотрели в Gradle файл, они смотрели в source файлы, потому что у них контекст это файл, а не проект. И потому что тебе бы пришлось запустить эти Gradle файлы, потому что compilation units только в runtime определяются. И там только можно было бы узнать, какой пакет принадлежит какому группу ID, если хочешь сделать это под честным. Потому что Gradle файлов может быть очень много в любой директории и определять они могут в любой namespace. Имя может быть любое. Кому интересны все эти проблемы, приходите в канал Kotlin Lab, где мы анализируем Kotlin. Там есть обсуждение всех этих проблем. Артем, представляешь, ты анализируешь файлы? Как ты по длинному названию определишь, что есть? А как я по питону импорт в питоне обращал? Берешь первое имя и все. NumPy, TensorFlow. Не уникальный? Конечно. Ну, в системе PyP. Так это же качается из одного места. Ну, это же просто один большой ну, а ты же когда устанавливаешь на питоне pip install у тебя же это же как-то комбинированно делается. Именно уникально. Не могу создать там, не знаю, какое-нибудь название там абракадабра, в ней создать класс NumPy, потом сделать from абракадабра импорт NumPy и потом из NumPy ну и будет выйти как будто из NumPy или это отлавливается. Элья Брян, вы видите, что они там написаны в табличке справа? Они смотрят на header и файлов. Если написал from Артема Лобанов импорт NumPy, они возьмут в себя Артема Лобанов, а не NumPy. Это они поймут. Нет, я сначала заимпорчу Артема Лобанов, а потом сделал from Артема Лобанов импорт что-нибудь. Они два раза возьмут Артема. А, ну опять же, потому что я говорю, они свои исследования будут проводить на уровне библиотек. То есть, как это было бы работало в случае классов, я не знаю, потому что с классами все не очень просто. Поэтому в таблице твоей гипотической ситуации они просто возьмут только Артема Лобанова. Они это так учитывают. Подожди, еще раз, я из библиотеки Артема Лобанов импорчу файл там NumPy. Могу же задать файл NumPy? А потом следующая строчка, я говорю from NumPy и тут это будет уже означать имя файл. Импорт что-нибудь. Мне кажется, что если не анализировать, что в первой строчке я NumPy. Конечно, ты прав. Я думаю, да. И я думаю, что они это не учитывают. Я даже не подумал о таком. Но с другой стороны, как часто такое происходит, как ты думаешь? Ну, скажем, там from Torch импорт NN, а потом from NN импорт они быстро постоянно. По-моему, в статье нет комментариев на этот счет. Они как-то говорят это, они где-то пишут просто что-то, например, в Питоне что-то там в перемешку задают часто абсолютный импорт и локальный импорт, то есть часто подряд могут заимпорт то, значит, NumPy и то, что-нибудь из своего же проекта. Но честно, я не помню, что они про это говорят. Кстати, про Torch они приводят пример прямо в статье. Но, по-моему, они всегда берут просто верхний уровень. Но я думаю, что то, что ты сказал, они не распарсят. Я подозреваю, что нет. Хорошо. А в ситуациях, когда from Torch импорт NN, а потом from NN импорт там линейка там лая, будет ли они считать, что NN это тоже какая-то библиотека? Ответ на этот вопрос я не знаю, потому что, ну, если что, они, кстати, вообще на это можно посмотреть, они, по-моему, выложили все артефакты. Я предположу, что да, но я не уверен. Если они могут это учесть, очень круто. В принципе, кажется, что это, ну, это возможная часть, но я не знаю, сделали ли они это. Они пишут просто вот, я могу даже в Аклендик взглянуть, что пишут ли они что-то про это. Я, честно, не уверен. Хотя, смотри, они пишут, что они использовали, вот, люблю, когда люди так пишут, они пишут, чтобы извлечь точную информацию и делать это быстро, мы используем комбинацию парсинга AST и регулярных выражений. Попробуй разгадать эту фразу. Ну, смотри, если не говорят, что про AST, наверное, там все-таки не просто регулярками это делалось. В таком случае, наверное, то, что ты говоришь, поймать, ну, возможно. С питона, на самом деле, все еще хуже. Ты же можешь в рантайме переопределять импорт паст, как хочешь. Ты можешь все, что угодно назвать, как угодно и подпихнуть его в любом порядке. То есть, что на самом деле ты имел в виду и произойдет при этом импорт, как бы неизвестно, просто недетерминированно. Поэтому любой способ аппроксимации этого, который они выбрали, он одинаково хороший. Ну, это, наверное, действительно всегда правда. Опять же, к слову, я вот сейчас сходу не вижу это место в статье, но они где-то еще писали фразу про то, что мы то-то, то-то претендуем только на то, что просто написано прямым текстом, ничего не рантайм, ничего вообще. Да, конечно. Ну, их можно понять, когда они анализируют полтора миллиона проектов. В общем, и то неплохо. Поэтому, Артем, короче, отвечай, я не знаю. Звучит, как интересный вопрос, опять же, потому что вот мы сейчас анализируем зависимости в код-лине, мы с Егором пробовали на Питоне такие штуки делать. Слушай, я так тебе скажу, мы вот сделали вообще, бог весть, какую библиотеку импорт-парсер запустили на Питоне, который просто берет файл и выдает списочек вот того, что написано первым. И знаешь, даже у нас мбейдинги просто научились, и все выглядело разумно. Наверное, где-то под капотом там есть какие-то погрешности. Так что ответ на это я, к сожалению, не знаю, можно потом будет вместе сходить и посмотреть, что они сделали. А можно еще один комментарий короткий? Еще одна проблема может быть такого рода, что на самом деле, в всяком случае, в моем опте, пакет на Pipei может называться, скажем, Pidefice Rouge, а импортируешь из него стандартный с названием просто Rouge. И это само по себе не такая проблема, но у нас могут быть библиотеки, которые, в общем, штуки на GitHub и штуки на Pipei называться одинаково, но быть разными или наоборот. И это, может быть, это не очень хорошо. Но я не уверен, насколько это сильно, опять же, повлияет на их результаты. Да, у меня даже было, что какая-то фигня там, что она, пример был для Linux, там были какие-то одни библиотеки, они можно было устанавливать, а на Windows они нужны были другие библиотеки, при этом импорты сохранялись. Удобно. К слову, я вот сейчас вижу статью, авторы еще кое-что пишут про это, мы тут все такие модные говорим за Java и за Python. Тут есть кто-нибудь, кто пояснит за JavaScript, Ruby, PHP и C Sharp? Они, в частности, пишут, что все очень по-разному, да, как мы говорили, что в Java очень, как Alex это красиво сказал, я не могу эту фразу повторить, про то, что у них очень размыто это понятие точное библиотеки, вот, а в Contro они пишут, что в JavaScript, например, наоборот, принято импортировать сразу, вот они пишут library level npm imports, то есть, ты просто пишешь require что-то и все, вот, там так часто делается, то есть, там вот, там наоборот, там была бы с классом, наверное, какая-то проблема, вот, так что в этом смысле языки действительно отличаются, вот, значит, наверное, продолжаем, наверное, пора двигаться дальше, значит, дальше достаточно большой блок посвящен анализу и фильтрации этих импортов, и это, на самом деле, до эмбеддингов, опять же, достаточно интересная часть, значит, в чем она заключается, в том, что, еще раз повторюсь, да, что все это же делается с точки зрения того, чтобы потом все это предсказывать, и это, опять же, тоже, с чем мы с Егором попнули, с тем, что предсказывать хочется не все, на самом деле, предсказывать, то есть, задача хорошо отфильтровать этот пассет и выбрать интересные библиотеки, это не такая простая задача, вот, и, значит, они используют чудесный термин relevant, типа, что мы хотим сначала определить все relevant библиотеки, то есть, библиотеки, которые было бы интересно людям подсказать, вот, значит, как они это делают, с чего, с чего, значит, начинается, значит, они хотят как-то скоррелировать популярность библиотек, значит, смотрите, берем библиотеки, цифра R, это, значит, минимальное количество проектов, в которых библиотеки переиспользуемы, R больше или равно 1, значит, все, любые импорты, импорт, если есть хотя бы в одном проекте, значит, что он попал в ВТЦ, понятно, он есть, и для всех языков смотрятся вот это вот, столбики это такие библиотеки, которые есть хотя бы в одном проекте с каким количеством звезд, опять же, то есть, синий столбик это просто все библиотеки, в левом верхнем графике, вот красные столбики, это сколько остается библиотек, которые есть хотя бы в одном проекте, который, которым, например, тысяча звезд. То есть вот библиотека, которая хотя бы в одном проекте таком есть. Вот этот график поставлен слева сверху. И неожиданно можно видеть ступенчатую структуру, что как только ты берешь на порядок больше звезд, понятно, ты начинаешь во сколько-то раз терять количество, достаточно для всех языков более-менее равномерно терять количество импорта. Но вот правый верхний график, он, значит, показывает, что если мы возьмем вот эту переменную R, Global Reviews равную 10, как минимум. То есть теперь мы смотрим только на такие зависимости, которые встречаются только хотя бы в 10 разных проектах. Потому что 10 проектов из тысяч, сотен тысяч, это не очень много. Но вот чтобы отфильтровать совсем маленькие, авторы сначала собирают все, а потом начинают фильтровать. И можно заметить, что здесь как бы ситуация вообще другая. То есть даже синенькие столбики показывают, что таких уникальных библиотек остаются уже для больших языков, ну, больших, короче, Java, Python 100 тысяч, да, для PHP там уже 30 тысяч, для Ruby вообще 15 тысяч. А по мере того, как ты начинаешь еще прикладывать желание посмотреть, если они еще в популярных проектах, то и того совсем мало остается. И вот авторы берут вот эту переменную 10. То есть не говоря, что дальше мы теперь будем смотреть, мы будем считать, что релевантные библиотеки – это такие библиотеки, которые встречаются хотя бы в 10 проектах. И важно тут вот именно фильтровать, они считают, по вот этому принципу, а не по звездочкам. То есть популярная библиотека – это не обязательно библиотека, которая только в крупных проектах. Это просто библиотека, которая вот хотя бы в нескольких, грубо говоря, есть. Но, грубо говоря, библиотека, которую ты в своих 10 проектах использовал, она столько будет? Да, да, да. Ну, если все твои проекты имеют хотя бы до звезды, попали в дата-сет и так далее. Ну да, вот. Типа того. Вот, значит, соответственно, дальше авторы исследуют то, что можно назвать популярность. А, ну да, вот, значит, ну и на всякий случай снизу представлено просто сколько проектов, в принципе, обладают разными количествами звездочек в дата-сете. Да, и мы тоже здесь видим вот это вот супер-резкое уменьшение. Вот, значит, наверное, на самом деле вот эта часть, пожалуй, такая, что сейчас будет происходить, самая интересная. Ну, потому что идея с классами, которую вот сейчас мы будем проходить, она действительно, конечно, достаточно интересная. Как оценить популярность библиотек? Вот этих, значит, тех, которые там хотя бы в разных количествах. Смотрите, вот на графике 5, понятно, тут гора цветов, то есть разные цветы, это разные языки, разные оттенки, это разные источники, предположим, значит, они распределены по вот это вот переменное global reuse, то есть во скольки разных проектах оно используется. Да, и поделено на классы, ну, просто логарифмически. То есть нулевой, а, Артем решил резко написать или не сказать. Да, наверное, ты прав. Ну, тут сложно, если честно, найти какое-то решение. Знаешь, если бы тут все еще было разными текстурами, типа разными штриховочками, у меня просто глаза вытекли вообще. Но вот эти вот градиентные графики, которые снизу дальше будут, они, ну, красивые, что я еще могу на это сказать. Значит, смотрите, нулевой класс, понятно, это библиотеки, которые в одной библиотеке, в одном проекте. Вот первый класс, да, это то, что мы как бы на предыдущем шагу убрали. Ну, мы дальше не будем это рассматривать. Это библиотеки, которые встречаются от одного до десяти проектов. А дальше как бы вот это называется классами, то есть такие библиотеки, которые там от десяти до ста и так далее. И можно заметить, что есть библиотеки, вот пятый класс популярности, которые встречаются просто в супер, ну, значит, огромном количестве проектов. Вот. И, ну, опять же, мы видим вот это вот, в общем, падающее распределение. Вот. И само по себе это ладно, это просто ладно. Но интерес представляет график 6. Значит, что такое график 6? График 6 – это, ну, здесь он на примере JavaScript приведен. Это, значит, берешь, это все проекты JavaScript, ну, это, значит, топ-100 тысяч проектов JavaScript, на которых, грубо говоря, раскрашены из разных классов и отсортированы. Значит, как это понимать? То есть вот там слева, снизу совсем маленькие какие-то библиотеки, которые используют только самые популярные, совсем маленькие проекты, используют какие-то немного популярные библиотеки. А вот то, что мы видим посередине картинки – это проекты, которые используют много разных библиотек, например, 20 библиотек или что-то типа того, 15, даже 30, если. И вот на что стоит обратить внимание, это то, что если вы проведете, грубо говоря, в середине графика вертикальную линию, на нее впадут все цвета. Это значит, что, собственно, наблюдение, которое они делают, что большинство проектов здесь включает в себя библиотеки разного класса популярности. То есть чаще всего в условном проекте будет, значит, там будет какой-нибудь нампай условный решение такое, будет что-то пореже, и, скорее всего, будет что-то еще реже. То есть так вот совсем нечасто встречающиеся. И что они используют их все. Еще авторы отмечают, что 15% самых маленьких проектов используют почти исключительно самые популярные библиотеки чаще всего. Вот. И есть вот этот вот правый край графика, наоборот, 10% проектов, которые, они очень специфически используют очень много библиотек. И это вот чаще всего локальные библиотеки, то есть вообще какие-то уникальные библиотеки. Вот такие вот большие странные проекты. Вот. И главное для дальнейшей работы отмечания заключается в том, что импорты классов 2, 3, 4, если это вот промежуточные варианты, не суперпопулярные, не супернепопулярные, они достаточно часто встречаются. Вот. Ну и на картинке 7 они приводят пример того, как коррелирует популярность импорта и его частота. Ну и мы видим тут, в общем-то, практически, ну, в общем, закон ЦИПФа воплотить, в общем, он и есть. Это, если можно, комментарий. Это важно, потому что вот такое вот степенное распределение. Какое-то время назад чуваки из Фейсбука писали статью про то, что если есть такого рода распределение, то это означает, что в каком-то графе связи, как бы мы его там ни строили, он скорее неплотный, и в нем есть что-то типа... Ну, короче, он, грубо говоря, чем-то похож на дерево, очень сильно условно говоря. Понятно, что это не дерево, и что в нем можно будет найти циклы, но он скорее подоближе к дереву, чем к полному графу. И это имеет значение, если мы хотим потом эти эмбиддинги куда-нибудь вкладывать. То есть вот, условно говоря, если мы находим закон ЦИПФ, мы сразу довольно много далеко идущих выводов можем сделать. Есть большие любители закона ЦИПФ в этом мире, например, я. И действительно это просто, еще и просто приятно его находить. Вот, сейчас я не помню. К чему мы приходим? К тому, что на этом месте авторы говорят, что мы введем следующее определение, которое они вводят, совершенно прекрасное. Смотрите, почему эти классы нужны были? Еще раз я повторю тезис. То есть пятый класс, который суперпопулярный, они не очень полезны для поиска. Ты не хочешь чаще всего, если у него что есть, и ты хочешь ему выдать, а вот попробуй это. Тебе не надо выдавать ему TensorFlow и PyTorch, и NumPy. Он знает их, наверное. И выкидывать первый класс тоже достаточно рискованно. Ну, да, потому что мы его, собственно, вначале откидывали. Совсем редкие тоже не хочется. И вот авторы вводят вот это вот. Это все было нужно, чтобы количественно, как-то количественно придумать вот эти вот границы здравого смысла, грубо говоря. Итого, авторы называют библиотеки класса второго, третьего и четвертого. Вот эти библиотеки называются relevant, релевантные. То есть это то, что можно подсказывать. Это то, что проверено, ну, хотя бы там на десятки проектов, на сотни проектов, но и не суперпопулярно. И дополнительно именно зависимость второго класса они называют surprising imports. Классное введение термина, конечно. Ну, то есть просто более редкие примеры. Это те, которые встречаются от 10 до 100 различных репозиториях. Вот. И кроме того, если посмотреть на картинку 6, которая у нас слева и снизу, вот, достаточно любопытно, что именно из-за того, что у нас такие вот эти вот специфические распределения, 66% всех проектов, в них хотя бы 50% импортов релевантные, то есть не слишком популярные, не слишком популярные, сбалансированные. Вот. И это значит, что их имеет смысл подсказывать, потому что их действительно люди используют. Вот. Итак. Значит, и вот, кстати, здесь авторы более подробно расписывают про то, на каком уровне гранулярности следует все это делать. Вот здесь они приводят примеры, что в Java импортируется очень гранулярно часто в JavaScript, например, наоборот. Вот. Значит, и решают, что хотят на уровне библиотек этим всем заниматься. Вот. Значит, это был просто анализ. Теперь авторы, собственно, начинают двигаться в сторону эмбейдингов, и дальше, мы упомянули 6 языков, дальше будет про 3 языка. Вот. Это Java, JavaScript, Python. Для них, для самых основных, авторы делают дальнейшие исследования, и, собственно, дальше будут эмбейдинги. Вот. первое, что они, собственно, делают, это анализ, как это, ну, я, честно, не придумал хорошего броского перевода. Подскажите мне сейчас, как перевести нормальное русское слово «cocurrent»? Совхождение. Совместная встреча. Ну, о, слушай, спасибо, да. Совершенно верно. Я хотел это одним словом перевести, и у меня получали всякие мутанты, а не нормальные русские слова. Спасибо большое. Хорошо, совместная встреча. Вот, значит, это достаточно важный пример исследования, потому что, опять же, смысл эмбейдинга в дальнейшем будет для того, чтобы они были, чтобы находить то, что похоже друг на друга. Вот. Значит, на изображении, на картинке 9, слева снизу, да, сразу прошу прощения, тут JPEG не у меня, а у авторов статьи. Все остальные картинки нормальные, вот одну они решили просто совершенно в феерически плохом качестве вставить. Что поделать? Это, значит, для всех трех языков представлено количество файлов, в которых есть какое-то количество минимально релевантных уникальных импортных. Ну и можно заметить, потому что это будет нам важно, потому что это, собственно, размер контекста. Вот. Значит, ну вот, например, миллион файлов, в миллионе файлов хотя бы 5 библиотек уникальных в 100 тысячах хотя бы 10 есть. Ну и в принципе нам достаточно двух, ну то есть, как сказать, достаточно. То есть, это минимальный возможный контекст, да, должно быть хотя бы две, чтобы файлы, чтобы это считать контекстом. Вот. И таких у нас 30 миллионов для Java, 10 миллионов для Java с крипта и примерно 10 миллионов тоже для Python. Вот. Значит, и следующее, что важно, это посмотреть, как, собственно, происходит со-встречаемость, потому что если, ну, понятно, что заспойлеровать не так, но если бы все импорты как-то хаотично, случайно, друг с другом встречались, то не было бы никакого смысла какие-то модели бы это отслучить и какие-то эмбейдинги не были, потому что какой-то он. Значит, и вот это вот картинка 10 по файлам и по проектам. Значит, что на ней изображено? Значит, Я правильно понимаю, что картинка 10, которая справа? Да, 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 простите, она не подписана, да, я что-то не вырезал, да, 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 это она ей. Вот. Значит, что на ней изображено? Она про Java, да, про Java и Google. Для примера было взято. Это для каждой библиотеки. Ее распределение, как часто она, значит, совстречается с другими библиотеками и здесь ассортировано по этому со-распределению. значит, смотрите, что здесь написано, что для 80% хотя бы библиотек, значит, их совстречаемость хотя бы два раза, да, то есть, грубо говоря, у каждой библиотеки, почти у всех библиотек есть такие библиотеки, которые с ними совстречаются чаще других. То есть, понятно, что это тривиальная мысль. В смысле, ее на самом деле, наверное, можно было бы и мотивировать. Мне кажется, это изначально всем понятно, но тем не менее. Более того, значит, 50, для 50% библиотек совстречаются с другими хотя бы 10 раз. то есть, это на уровне файлов, это верхняя картиночка. На карте снизу изображена совстречаемость на уровне проекта. И вот она выглядит по-другому, потому что здесь можно видеть гораздо больше синего цвета, да, синий цвет уникальный. Значит, что это значит? Еще раз, теперь я поясню, чтобы это было понятнее, если вдруг это не очевидно. Это значит, что если есть проект, то в нем у тебя в принципе может случиться TensorFlow и что-нибудь совершенно другое, что-нибудь про SQL, не знаю. И вот такой пример будет один раз на весь этот сет. И на уровне проектов, собственно, что значит много синего цвета, это встречается часто. То есть, много таких пар, которые встречаются всего уникально, ну, их больше. А вот на уровне файлов такое встречается гораздо реже. На уровне файлов, что достаточно разумно, гораздо чаще импортируют вещи более связанные. И то, что импортируют вместе в файлов, чаще оказывается часто повторяемым в датасете. То есть, у них высокая со встречаемость. Из чего? Все вот это нужно было для того, чтобы мотивировать вывод о том, что в качестве контекста в данной работе будет использоваться файл. это, например, мы, например, не так делали. Мы делали по проектам, у нас датасет был просто меньше гораздо, но тут это достаточно конкретно мотивируется тем, что на уровне файлов более, ну, понятно, более тесная связь, грубо говоря. То, что слов встречается в файлах, статистически более значимый будет связан. Вот. И на этой радостной ноте мы, собственно, переходим к, собственно, эмбейдингу. Вот. И то, ради чего все это затевало. Значит, что авторы, как авторы делают? Во-первых, обучаются они на всем, в смысле, на всем, что встречается хотя бы в двух репозиториях. Вот все, все вот это вот проведение релевантных в начале, это было скорее, чтобы потом для релевантных все оценивать. То есть на релевантных подсказывать, на релевантных проверяться и так далее. Вот. На обучении они на всяком случае пытались все. Вот. Значит, как это делается? Значит, у них есть гора, 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 гора триплетов для каждого языка отдельно, разумеется. Проект, файл и, собственно, множество его импортов. И вот из этих триплетов мы генерируем все возможные пары целевая билетика и контекстная. Ну, то есть, если у тебя есть NumPy, Matplotlib и TensorFlow, вот ты генерируешь себе гору пар на NumPy и TensorFlow, NumPy, Matplotlib, ну, и, в общем, все. генерируешь, и дальше ты будешь пытаться их друг к другу. Это то, что целевая, и так, что контекстная. То есть, ты хочешь предсказать целевую по контексту. Значит, а с помощью чего все я делал? Это все делал с помощью SkipGram-модели с отрицательным сэмплированием. И вот, если вдруг я что-то скажу косо, поправьте меня, пожалуйста. Значит, в принципе, это похожая идея на то, что используется, ну, вот они ссылаются на статью Михайлова, вот, хотя я не уверен, если честно, что я правильное удаление стараю. это похоже на типичный WordWeb, вот, ну, значит, с отличием, это я могу вторая рассказать. Во-первых, это то, что вообще, когда говорят об эмбэдингах слов, там используется, скажу, скользящее окно, наверное, в общем, там учитывается порядок. Вот, в случае библиотек о порядке говорить не приходится, ну, кроме того, что, возможно, их полковит импортируют, поэтому здесь в качестве контекста используется весь файл. Для этого все это, вся эта тирада вначале и была. То есть, контекст это всегда все, весь файл. Вот, значит, как генерация примеров. Есть положительные, есть отрицательные примеры в стип-грамм модели. Положительные примеры это то, что мы сгенерировали выше, вот эти вот пары, которые мы точно знаем, что часто, которые что-то, что-то встречаются. Вот, а отрицательные примеры это случайно выбранные пары библиотек, для которых выполнена понятная проверка, что они ни разу никогда не встречались вместе. Вот, и здесь обучаются, и здесь одинаковое количество положительных отрицательных примеров. Соответственно, значит, цель того, что обучается, это предсказывать единицу, если пример положительный, и ноль, если пример отрицательный. Вот, значит, соответственно, ну, в начале библиотеки, сначала эмбейдинги случайные, вот, а потом, так как там используется dot product, то, соответственно, чтобы получить единицу, в общем, оно начинает, как это сказать, по-русски, короче, направлять вектора, вот, ну, и так и происходит обучение. Вот, и в итоге получается, собственно, embedding. Вот, вот, это модель, которую авторы используют. Еще раз повторюсь, они конкретно пишут, чем они отличаются, ну, вот, это то, что нету, нету окна, вот, значит, и кроме того, когда учат, насколько они пишут, что когда учат вот про язык, там нету, там нельзя быть уверенным, что у тебя отрицательные примеры совсем отрицательные, а здесь есть такая возможность, потому что, ну, можно просто сделать быструю проверку, что вот эти два, эти два импорта никогда вместе не использовались. Вот, таким образом были научены, собственно, embedding. Ну, и это картинка, ради которой всех всегда приходят читать такие статьи, это, собственно, самая интересная часть, часть смотреть на то, что получилось. вот, значит, авторы пробовали различные размерности от 10 до 600, и они пишут, что эмпирически определили, что лучшее это 100 измерений, ну, в смысле, 100, длина вектора 100. Вот, что же. Значит, после этого, ну, первая задача это понять, что хорошо ли все обучилось, ну, вообще, как понять, что у вас все осмысленно получилось. Авторы, собственно, использовали T, S, E, чтобы все эти 100 измерений свернуть в 2 и 3 и посмотреть в глаза. Вот, на вот этой большой картинке представлены, собственно, эти полученные вектора, шесть, там вот десятки тысяч точек, которые как-то сгруппированы. Вот, в документе с вопросами к этому Reading Club был вопрос про то, почему авторы подписывают какие-то, ну, не самые даже заметные, значит, яркие группы, а какие-то яркие не подписывают. Ответ не знаю, наверное, потому что эти легко подписать. В смысле, посмотрели и нашли что-то общее. Мне кажется, мы с Егором пробовали что-то похожее делать, и иногда это просто действительно хорошие, красивые примеры, которые легко подписываются на картиночку. Вот. Значит, кроме того, именно здесь авторы пишут о том, почему, возвращаясь о том, почему надо было делать это для библиотек, на уровне библиотек, а не на уровне, например, классов. Потому что авторы пишут, что они попробовали сделать все то, что было сказано для классов, и если вот такую картинку сгиблить для классов, то ты получишь тривиальные кластеры. То есть, что действительно будут кластеры, и они неспроста, но это будут под классы одной библиотеки. То есть, и на фоне этого какая-то семантическая близость может потеряться. Ну, то есть, ее гораздо сложнее оценивать. То есть, здесь проще быть на чуть более высоком уровне. Вот. Значит, соответственно, на картиночке вот там, если кто-то не заметил, там слева в питоне есть такой маленький блок близкий, ну, nearest neighbors, ближайшие соседи к нам паю. Вот слева сверху тут он представлен. Можно прям глазками посмотреть, что лежит рядом с нам паем. Ну вот, заряем его сказать, что мы с Егором обучали просто СВД и он выдал, если честно, в случае питона что-то очень похоже. Это действительно выглядит примерно так. Вот. Значит, что, собственно, дальше с этим делать? Совсем. Ну, с помощью этого можно предсказывать. То есть, значит, как это делать? Значит, тут авторы вводят достаточно понятное понятие, как вектор контекста. В чем задача? Задача, если у тебя есть набор данных зависимости, подсказать еще одну. Вот это вот, то есть, посоветовать человеку, что использовать, если у него уже что-то есть. Вот. Значит, соответственно, авторы берут контексты, складывают их, ну, то есть, складывают библиотеки в контексте и пробуют смотреть на ближайших соседей. Вот. И вот тут приведены некоторые примеры для Java, JavaScript и Python того, что есть ближайшие соседи. и вот они сравнивают, чтобы было понятно. Слева в табличке, ну, табличка снизу, столбик посередине, это подсказки ближайших соседей в данных эмбетингах. А справа это самые популярные комбинации, но и то, это самые популярные комбинации, из которых были выкинуты, значит, слишком популярные. То есть для каждого были выкинуты самые популярные, потому что, ну, в случае, например, Python, самые популярные для тех, это requests. И она совсем, она совсем очень со вместе встречается, потому что, просто потому что она везде. И даже если откинуть такие, можно заметить, что ближайшие соседи подсказывают более редко. Номера в скобочках это частотный ранг библиотеки. И можно заметить, что, ну, возьмем пример, третья строчка снизу, TensorFlow, если посмотреть на то, что считается в Python самыми частными комбинациями, это NumPy разумно. Но это и в там же тайм, и просто, это просто частые библиотеки. Если посмотреть на то, что подсказывают ближайшие соседи, то это Keras и Torch, ну, в общем, более редкие библиотеки, но которые человек-эксперт, наверное, оценил бы как действительно более близкие. Вот. Значит, дальше авторы, собственно, хотят исследовать, как все это, исследовать предсказательную способность всего этого. вот. И вот это на самом деле то место, в котором мы находим, ради которого было интереснее всего. Это интереснее всего, потому что у них достаточно странный, ну, не достаточно странный, это, собственно, дискуссионный момент, который, наверное, хочется обсудить. То, что они используют для предсказания, для проверки пресижена, в общем, способности предсказательной, мы дойдем в конце, просто мы это делали по-другому, когда мы эту статью прочитали уже после того, что мы делали, и, честно, это показалось немного странным, поэтому хотелось бы спросить вашего мнения вообще в общем о том, что это происходит. Мы хотим проверить, способны ли эти эмбеттинги предсказывать библиотеки правильно. Значит, как авторы это делают. Значит, ну, мы берем, выделяем отдельную часть датасета в сторону в смысле проекта, как бы у нас будет там будет своя какая-то собственность. И что в нем происходит? Что у нас есть? У нас есть библиотеки, у нас есть эмбеттинг для каждой библиотеки. Вот. И, во-первых, считается вектор проекта. Значит, это просто среднее всех векторов библиотек, которые он использует. Это понятно. вот. И вот теперь у нас было некое пространство векторов библиотек. Теперь мы для всех проектов посчитали вектора. Получилось у нас некое пространство проектов. Значит, что авторы делают дальше? Они берут, когда дан контекст, дан контекст, которому хочется предсказать, берутся, берется, считается вектор этого контекста по формуле тоже так же соединяется. И дальше от этого вектора контекста ищется сколько-то количество ближайших проектов в в этом в одном из тассетов. И дальше считается, что правильные предсказания это те, которые в этих проектах. То есть то, что используется в этих проектах. То есть еще раз, как работает сама модель библиотеки. Это просто взять библиотеку, взять контекст и посмотреть ближайшие библиотеки. Вот. на разделенном тассете. Понятно. То есть это обучается на одном, проверяется на другом, на разделенном. Но правильным ответом, грубо говоря, считается способность предсказать библиотеки встречающиеся проекты, вектора которых лежат близко в этом пространстве векторов. И ну и дальше соответственно считается количество правильных предсказаний, количество неправильных предсказаний, причем пресижен считается взвешенно здесь по близости предсказаний они используют degree of relevance, насколько близко, грубо говоря. И в качестве эволюэйшена собственно авторы приводят вот эту табличку сверху про то, да, во-первых, можно использовать они используют разное количество ближайших проектов, то есть либо задача подсказать библиотеки из одного ближайшего проекта, либо из 20 ближайших проектов, но в любом случае можно заметить, что то, что авторы называют пресиженом, оно у них достаточно высокое. И хорошие показатели 08, 07. И чтобы доказать, что все эти эмбэддинги были не зря, авторы снизу делают все то же самое для случайных векторов, ненаученных, ну и ожидаемо получают показатели вот. Значит, мы дойдем до того, почему такой способ проверки кажется немного странным. Вот. Сейчас мы об этом скажем. Последнее, что нужно сказать, прям часть самой статьи, это то, что Артем спрошел вначале про рассуждение про аналогию. Вот. Я сам честно скажу, что это не очень понятно описанная глава статьи, она очень маленькая, и авторы, грубо говоря, примеры, которые приводят авторы, отвечая на твой вопрос Артем, вот если верить тому, что они говорят, то вот, например, вторая строчка возможно отвечает на твой вопрос, да, про то, что значит аналогичные отношения библиотек. Я не знаю, что делать с этим библиотеком. Что-что? К сожалению, не знаю, что делать с этим библиотеком. Я тоже не знаю, что делать для дни, ну, в смысле, ну, рейдис связан с, понятно, с каком происхождении связанном. Ну, вот, насколько я поднимаю авторов, они говорят, что вот, вектора способны вот такие вот, ну, предсказания по аналогии. Понятное дело, что здесь выбраны достаточно хорошие примеры, но, мне кажется, даже не вдаваясь подробности, если действительно что-то уровня второй и третьей строчки реалистично предсказывается, наверное, это прикольно. Сложно немного оценить то, что делается, ну, дальше, просто по названию действительно сложно что-то сказать. Вот. Ну, это как пример того, что имеется в виду. Если в целом говорить про статью, то исследована возможность просто создания эмбайдингов для библиотек. Достаточно большая, интересная, на мой вкус, часть первая, часть работы, которая про распределение. Понятно, где закон цифры, с этим ты особо ничего не сделаешь, но интересным является, мне кажется, даже попытка количественно, численно определить того, что такое релевантные библиотеки, то есть не слишком популярные, не слишком непопулярные, это понятие классов и брать средние классы, это кажется, ну, вообще разумным. Вот. Эмбайдинги научились для трех эпосистем и проведены какие-то проверки предсказательных сил эмбайдингов. Так вот, почему хочется спросить и поговорить про то, как такое вообще оценивать? потому что, как я уже говорил, надо будет продать семинар, мы с Егором Богомоловым делали работу, где мы, не зная об этой работе, делали что-то очень похожее. Там мы с помощью просто СВД брали большую таблицу со встречаемости, ну, в общем, проекта и их библиотек, и тоже превращали это в вектора. Вот. И более того, когда мы запускали вот эти вот предсказания, когда мы запускали предсказания, мы пробовали по-разному. И через напрямую библиотеки подсказывали ближайшие, и через проекты, то есть, вот как описывают авторы тоже, считать среднее всех библиотек в проекте и искать, то есть, мы предсказывали, как просто берешь библиотеку, и смотришь на ближайшие библиотеки, и мы предсказывали, как берешь библиотеку, находишь ближайшие проекты и берешь их в библиотеке. То есть, и то, и то мы использовали как способы предсказания. Вот. И они давали очень похожий результат. А в качестве того, что мы считали, собственно, тогда ground truth, это то, чего авторы данной статьи не сделали. У нас это была эволюция библиотек, эволюция проектов. То есть, мы сделали какое-то количество временных срезов и пытались предсказать то, что в проект было реально добавлено через какое-то время. У нас была разница год. То есть, грубо говоря, у тебя есть проект нампай, бла-бла-бла-бла-бла, и туда добавили какую-то библиотеку. Третья задача предсказать. И ожидаемо, что все наши цифры гораздо-гораздо ниже. У нас речь о притяжных какие-то 1-0-2 по-разному можно мерить, но цифры, понятно, на порядок меньше. И это разумно, потому что это гораздо более сложная задача. И вот стоит вопрос, потому что нам вообще было интересно чем-то похожим заниматься. в частности, мы пробовали даже, мы думали о том, чтобы пробовать интегрировать какие-то полезные штуки, то есть вот эту абстрактную поисковую систему реально использовать, хотя бы для ранжирования предложений, например, при поиске. Вот, как вы думаете, вот, услышав все, что вот, имея такие эмбетинги, какой самый разумный способ пытаться эвалюировать их предсказательную силу? Потому что то, что сделали авторы, даже с разбием датасет, я не уверен, но оно производит впечатление как будто, как это, я не знаю, как будто ground truth, ну, поэтому ground truth симпатический, но он как будто ground truth и предсказывание, и способ предсказывания связаны, потому что ground truth тоже получается из близких проектов, найденных по этим же эмбетингам все-таки, и поэтому кажется, что способ предсказать слишком сильно связан с тем, что предсказывает, с ground truth. В нашем же случае исторические данные, они реальные, но они очень жесткие, теоретически в проект могли добавить вообще что-то другое. То есть на одном, кажется, получается очень высокие у них цифры, на одном, очень низкие цифры, и не очень понятно, что такое дело. Такие есть какой-нибудь мысль на этот счет, потому что это была конкретная задача, с которой мы столкнулись. Например, можно хотя бы не precision at 1, precision at 10. если за год 10 другое добавилось, ну, сколько-то другое добавилось, а вы предсказали 10, то какие-нибудь пресечения, наверное, есть. В этом плане, наверное, будет больше цифр и больше различий между разными моделями. Это правда, правда, проблема. Да, это просто, мы во все посчитываем, и precision, и recall 1, 5, 10, понятно, это просто так попало на картиночку. Проблема в том, что, к сожалению, мы делаем это на питоне, и на питоне, ну, в пайпи Хиклайн за год добавлял 10 зависимостей в проект, их просто мало, к сожалению, но возможно, да. Но вот вообще в целом, нормальная ли идея использовать исторический контекст? Все это к чему? К тому, что когда мы после нашей работы прочитали эту статью, нам показалось, что то, как они измеряют способность предсказывать, ну, странно, или, во всяком случае, таким, ground truth слишком тесно сказан с способом предсказания. Чисто для понимания, baseline у вас, это что? Где baseline? У вас. здесь, на этой картинке baseline самый популярный. Это просто, это всем предсказывает одно и то же самое популярное. Просто влог. Ну, в случае baseline 1, это всем предсказывает любит отеку рекламы. И можно заметить, что 0,7% случаев люди ее и добавят. Ну, ваш подход к оценке звучит, конечно, более убедительно, с моей точки зрения. Действительно, что результаты вы видите, как вы видите. Совершенно верно. Потому что, ну, я не уверен, у всех слушающих тут гораздо больше опыта с такими штуками, насколько это сложная задача в данном контексте, ну, а какие цифры были бы разумны на мое такое интуитивно-человеческое понимание звучит жутко сложно, так сказать. С другой стороны, ну, короче, напрашивается вопрос понятный. Нужно взять их модель, то, что они научили вот этот вот их импорт-увек, и попробовать проверить на нашем бенчмарке. Мы, наверное, можем сказать, это и сделаем, просто руки не дошли. то есть, это вот прям самое очевидное. У них же все готово, у нас все готово. Бенчмарк ждет. Посмотреть, вот, пока что-либо что-то похожее. Настолько же ли это сложная задача для них. Вот. Но, в общем и целом, хочется действительно это как-то интегрировать в что-то полезное, и мы пробовали как-то потихонечку подступаться к этому. Вообще, конечно, прикольно, да, то есть, использовать это как такую полную, прям полноценную систему подсказки, может быть, нет, то есть, не в буквальном смысле, возможно, notification-ы юзеру попробовать вот это вот, как насчет. Но, например, была идея использовать это как сортировщик в поисковике, да, то есть, ну, это вот то, что мы обсуждали на семинаре полгода назад, то есть, если человек с каким-то набором импортов в проекте начинает искать библиотеку в WDE, то ранжировать и пустую, и как бы пустоту, пока он не вбил на одну букву, и все, что он вбивает, ранжировать с помощью вот этого. И тогда действительно, грубо говоря, если нажмешь букву R, он поймет тебе в первую очередь взять там requests, редис, или не могу сходу придумать Data Science в библиотеку, наверное. А ты выбрали значит, проект уже давно существующий? По-разному. Просто, кажется, что прикольно, наверное, посмотреть на вот самый момент создания этих проектов, на начало, когда там активно добавлялись в библиотеки. Может, это будет более показательным. Мысль крутая. мы взяли все питоновские проекты, их там, в 2008, и делали срезы, уходя по году назад каждый год. То есть, срез раз в год, время аж год целый. Соответственно, были проекты, которые появились в 2017 году, а мы это делали в 2020, были проекты, которые появились в 2010 году, и делали это в 2020. Но там были какие-то эвристики, понятно, сейчас я вспомню. Мы брали, только если изменилось не более 10 библиотек, то есть, подозревая, что это значит, что правило полностью поменялся. То есть, если там хотя бы одна новая библиотека добавилась, а изменилась не более 10 за год, то вот это мы считали по тому, что было, предскажи новые. Возможно, то, что ты говоришь, разумно. Интересно, как бы это... Взять для каждого проекта, выписать строчку типа все использования библиотеки в порядке их появления в проекте. там вопрос что делать с библиотеками, которые пропали потом, это отдельный вопрос. И типа по там префиксу предсказывать по следующему библиотеку. Забавно, если да, смешно то, что это, наверное, мы это делали просто временными срезами, возможно, нужно делать какой-то, да, гитблейм этого, ну, гитблейма, вообще, историю коммитера файла requirements.txtm, потому что у нас это было для битона. Вот. И смотреть, как они меняются, это, наверное, очень увлекательно меняет. Просто так кажется, это более близко к той ситуации, когда вот я разработчик, я вот начал писать проект и немножко написал, дайте мне еще библиотеку. это действительно, это действительно, наверное, так, наверное, устоявшиеся проекты. Да, и, собственно, у нас тоже была проблема, мы по-другому решали проблему с тем, что, как не предсказывать слишком популярные вещи, и мы для этого использовали этот, как это было, inverse document frequency, который можно было в модели с разной степенью учитывать. и предсказывать можно было в двух разных режимах, где она в положительной или в отрицательной степени. То есть, и это, кстати, тоже интересный вопрос, да, вот такой evaluation, он тоже, да, он сдвинет все в сторону популярных библиотек. Потому что библиотеку requests, она действительно самая популярная, и поэтому ее действительно чаще всего добавляют, даже в динамике, даже в эволюции, при том, что, возможно, подсказывать ее бы не хотелось, а не человек и так знает, и можно было, ну, можно было inverse document frequency в положительную степень использовать, и тогда он начнет тебе выкидывать всякие близкие, но рискованные подсказки, такие маленькие библиотеки, которые используются в паре проектов у нас. Нет, потому что я совсем понимаю принцип поиска, но кажется, если я пошел искать, вряд ли я там, ну, библиотеки только по названию еще. И скорее мне будет приятнее, если вот тут библиотеку, про которую я думаю, она вот сразу и появилась. А не, типа, я пошел, а мне подселили название, а я потом еще пошел, загуглил, оказалось, что это то, что нужно. Ты хороший, потому что мы имели, скорее кажется, второй вариант, ну, мы это называли exploration. Это когда, мы раздумывали над таким use case, это когда вот именно второй use case, когда ты подкидываешь редкие, это именно ты советуешь человеку просто редкие библиотеки, кто использует в паре проекта, с надеждой на то, что они могут, это как, не знаю, дашборд, типа, что посмотреть в мире по IP-библиотекам. Наверное, действительно, когда речь, да, когда речь идет о поиске BDE, типа, когда человек нажимает на IT, конечно, надо подкидывать самые популярные, тут вопросов нет. Мы просто еще думали про второй вариант, когда неинтересно, когда это самые популярные будут. Вот. Но его еще сложнее до бенчмаркать. Ну, то есть, это вообще, кажется, только люди не, наверное. Резюмируя, наверное, действительно, если возвращаться к этому проекту, потому что, ну, у нас положены какие-то начинания, какие-то простые эмбеддинги научены, и главное, чего нету в данной работе, это собранный бенчмарк. А именно исторический, который, наверное, более осмысленный. И, кроме того, есть перспектива применить все это на деле, не абстрактно. Возможно, действительно, начать стоило бы с того, чтобы взять их модель и попробовать посмотреть ее на вот этом эволюционном, историческом бенчмарке. Возможно, это мы и сделаем. Если мы это сделаем, мы обязательно расскажем, что получится. А вот. Все. И еще какие-то вопросы и интересные штуки есть у кого-нибудь? Вопросы раз, вопросы два, вопросы три. Спасибо за доклад. Было интересно. Спасибо. 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 Продолжение следует...